С самого момента открытия Орегонского побережья на рубеже 18-19 веков и до окончания англо-американской войны в 1814 году, ни одна страна официально не предъявляла своих претензий на владение этой территорией. Но всё изменилось после этой войны. Буквально сразу же после заключения мирного договора в декабре 1814 года США подняли вопрос о судьбе форта Астория. Отдельно американские политики надеялись, что по условиям мирного договора англичане признают как независимость государства Астория, так и право Соединённых Штатов на защиту её граждан от наземного вмешательства. Когда этого не произошло, американцы стали требовать возвращения Астории, ссылаясь на положение статьи номер один мирного договора, обязывающей обе стороны вернуть имущество, захваченное во время войны. Англичане, отказываясь Соединительным Штатам, опирались на акт продажи Джоном Джейкобом Астором, это тот, который первый, имущество Астории. Сам Астор это, если что, мужик, который сколотил нехиленькое такое состояние, цена монопольной торговли орегонским мехом и контрабандой опиума. А сейчас время для вашей любимой рубрики. Рекламы. Друзья, привет, меня зовут Рэм, а это канал Рэмыч, и в нём вы можете найти интересные биографии, увлекательные исторические события, теорию международных отношений и всё прочее, что поможет вам с пользой провести время. Знали ли вы, как Япония стала такой, какая она есть сейчас? Вы в курсе, что в Уганде были самые сытые крокодилы? Кто и зачем устроил грандиозную коронацию и сильно облажался? Сколько шла самая короткая война и кто полностью оборвал свою страну? Всё это и многое другое можно и даже нужно узнать на канале Рэмыч. А, да, ещё тут живёт милая крыска. В общем, увидимся, а я пойду спать дальше. После отказа красивого флага некрасивой державы США направили к устью Колумбии военное судно Онтарио. Да, Колумбия это ещё и вот тут. Англичанам в виде это всё было лень заморачиваться, видимо. И они предпочли уступить. Осенью 1818 года состоялась передача «Форта Джордж» — это английское название истории — американскому представителю Джону Превасту. Вернув себе историю США, потребовали установления своего суверенитета и над вот этим вот, которое называли «Орегонская страна». Сложно сказать, кому принадлежала идея присоединения Орегона и почему она вообще появилась. На начало века США вообще не имели никаких прав на побережье. Там хозяйничали индейцы и франко-канадцы. Последних американцы считали англичанами, они уже тогда не умели различать страны и народы. Скорее всего, Вашингтоном руководило обострившееся после войны желание изгнать англичан из континента. Сами же англичане, исходя из того, что их торговцы и исследователи появились в Орегоне раньше американских, и их было больше, а эффект от их деятельности значительнее, считали свои права на Орегон более основательными и отказались выполнять американские требования. Американцы стали подготавливать основу для своих претензий. Они вспомнили об открытии Роберта Грея и покупке в 1803 году Луизианы, граничившись с Орегоном. Опубликовали отсчет экспедиции Льюиса Кларка, но все эти правооснования были отклонены англичанами. При этом интересы России и Испании никем вообще не брались в расчет. Если бы не некоторые события, то судьбу Орегона решили бы и без их участия. Таким образом, США и Великобритания задали друг другу орегонский вопрос и целых 40 лет искали на него вразумительный ответ. В 1818 году по инициативе государственного секретаря США Джона Куинси Адамса в Лондоне начались переговоры об американо-канадской границе и принадлежности Орегона. Американские уполномоченные Альберт Галлатин и Ричард Раш предложили считать границей между Канадой и США 49-ю параллель, то есть вот эту вот линию, на всей ее протяженности от океана до океана. Но английские представители Гэдри Голдберн и Фредерик Джон Робинсон согласились признать разграничение по указанной параллели только от озера Лесное до скалистых гор, то есть от сих до сих. Таким образом, территория Орегона официально объявлялась спорной, а скалистые горы стали его восточной границей. Результатом переговоров стала конвенция о совместной англо-американской оккупации бассейна Колумбии. В регионе сохранилась свобода судоходства, свобода торговли и свобода заселения для представителей народов из вообще любой страны. Второй раз также англо-американские переговоры состоялись в Лондоне зимой с 23 на 24 год. На них американцы влезли того же Ричарда Раша предложили англичанам в качестве линии разграничения Орегона 51-й параллель. Английская же позиция, представленная также Генри Голберном, отстаивала позицию о разделении спорной территории по руслу реки Колумбия. Переговоры зашли в тупик, а после провозглашения с Соединительными Штатами знаменитой доктрины Монро и вовсе были прерваны. О ней у меня выходил отдельный ролик, вам стоит глянуть. А в 26-м уполномоченные обеих стран вновь собрались в Лондоне. Инструкцию американскому представителю Альберту Галлатину подписал лично президент Адамс, а Великобританию представлял ни много ни мало, а целый министр иностранных дел, сэр Джордж Каннинг. Американцы вновь настаивали на 49-й параллели, но были готовы признать за Англии право свободного судоходства по южным притокам реки Колумбия. Такая приверженность американцев к 49-й параллели может быть объяснена ненавистью к англичанам и желанием сократить их присутствие на континенте. 49-я параллель ведь делила спорную территорию так, что к югу от нее территория была больше, чем к северу. Переговоры 26-27-х годов проходили в нехиленько-накалененькой атмосфере, недружелюбного отношения к США со стороны общественного мнения и правительства Великобритании. По мнению Галатина, эта враждебность была даже более глубокой, чем в момент окончания войны 1812 года. Лондон утверждал, что никакая страна не имеет прочных прав на суверенитет над Орегоном. Целиком Орегон, по их словам, отойдет той и только той стране, которая осмелится его оккупировать. По их же мнению, США могут претендовать лишь на очень ограниченную территорию к северу от Колумбии. Поэтому американские предложения были отклонены. В итоге было решено продлить действия конвенции 1818 года на неопределенный срок, с условием, что каждая из сторон может прекратить ее действия, уведомив об этом другую сторону за 12 месяцев вперед. В 1828 году документы лондонских переговоров были опубликованы, и американцам стало ясно, что Британия будет воевать, если США предпринут агрессивные действия по отношению к Орегону. Поэтому правительство страны было удовлетворено продлением совместной оккупации. Оно считало, что увеличение в Орегоне числа американских поселенцев даст американской стране преимущество в будущих переговорах. По меткому выражению американского историка Даниила Борстина, англо-американские переговоры 1818-1826 годов представляли собой непрерывное усилие по сохранению нефиксированных границ, пока американская эмиграция не решила эту проблему. Сделав паузу в переговорах с англичанами, США официально оформили границы спорной территории. Для этого они провели переговоры с Испанией и Россией, имевших также свои интересы в Орегоне. Непосредственным поводом к американо-испанским переговорам стала ситуация, которая сложилась вокруг испанской североамериканской провинции Флорида, оккупированной американскими войсками в 1817-18 годах. Американцы оккупировали Флориду не просто так, а типа под предлогом «защиты своих южных территорий от нападений флоридских индейцев». Посланник Испании в США Луис де Онис постоянно отправлял государственному секретарю Адамсу протесты, но неизменно получал формальные ответы. Понимая, что Флориду Соединительные Штаты уже не вернут, Онис попытался использовать ее уступку для обеспечения невмешательства США в отношениях между Испанией и Латинской Америкой, где в это время бушевала война за независимость. 24 октября 2018 года Онис представил предложение, включавшее уступку Флориды и отказ от претензий в обмен на нейтралитет США. Переговоры открылись в феврале 2019-го. В ходе обсуждения условий возникли вопросы об определении северной границы испанских североамериканских колоний. Испания в этом регионе уже ни на что не претендовала, и поэтому Онис легко согласился на американское определение границы. Пограничная линия пошла по рекам Сабин, Ред Ривер и Арканзас. От истоков Арканзаса до океана граница была проведена по 42-й параллели. Таким образом, Орегон получал южную границу, Испания официально отказывалась от притязаний на него, а Соединительные Штаты впервые признавались трансконтинентальной державой. Договор, через много лет названный трансконтинентальным, Онис и Адамс подписали 22 февраля 2019-го года. Ровно через два года состоялся обмен ратификационными грамотами, и он вступил в силу. Напоминаю, если вы просто подписали договор, это еще не значит, его надо ратифицировать еще. Джон очень гордился установлением границы вплоть до Тихого океана. В своем дневнике он записал «Признание определенной пограничной линии вплоть до Южного моря составляет великую эпоху в нашей истории». 19 или 12 февраля 1824 года в Санкт-Петербурге открылись русско-американские переговоры о торговле и границах на северо-западе Америки. Поводом к переговорам послужил указ Александра I от 4 или 16 сентября 1821 года, расширявший русские владения в Америке до 51-й параллели. Указ также запрещал иностранную торговлю с русскими колонистами и индейцами, обитавшими на территории Русской Америки. Эти пункты вызвали в США и Великобритании серьезный ахер. Как это нельзя торговать? Российское правительство, не желая обострения отношений с ними, предложило провести трехсторонние переговоры по урегулированию взаимных претензий. До окончания переговоров российская сторона обязалась не придерживаться положения указа. Весной 23-го Джон выразил пожелание, чтобы представители США и Великобритании совместно выступили на переговорах с Россией. Господин Каннинг, в целом одобряя идею господина Адамса, писал послу в России Чарльзу Баджету в июле 23-го года, что совместные действия США были бы уместны в переговорах по вопросам торговли и мореплавания. Территориальное разграничение лучше урегулировать путем сепаратного англо-русского соглашения. Причем в качестве границы русских владений предлагалась 57-я параллель. США были готовы признать русские поселения к северу от 55-й параллели. О желании своего министра господин Баджет проинформировал российского министра иностранных дел, коим был Карл Лоси личный Сальродэ, сообщив также о желании Англии добиваться установления восточной границы русских владений по 139-му градусу западной долготы. Но по разглашению доктрины Монро в декабре 23-го года нанесло удар по идее совместного выступления США и Британии на переговорах с Россией. В феврале 24-го Британское министерство иностранных дел указало баджету провести переговоры с Россией независимо от США. Роско-американские переговоры проходили в Доме министра иностранных дел России. Российскую сторону представляли уже известные вам Несселеродэ и бывший посланник в США Петр Иванович Полетика, американскую посланник в Санкт-Петербурге Генри Миддлтон. С самого начала переговоров господин Миддлтон, как сообщал господин Несселеродэ, новому посланнику в США барону Федору Васильевичу Теллис и Раскеркину, изволил утверждать, что Соединительные Штаты могут предъявить свои права на северо-западной побережье Америки вплоть до 60-го градуса северной широты и обосновать их договором об уступке Флориды, согласно которому они якобы получили все права, принадлежавшие Испании. Но российские представители выразили ему, что согласно букве упомянутого соглашения, Испания отказалась в пользу Соединительных Штатов от всех своих претензий на территории восточной и северной Уси Колумбии. Но что ваше владение находится западнее названного пункта, и стало быть, это постановление не может касаться нас. Русский граф с непроизносимой фамилией Несселеродэ вручил Миддлтону российский проект соглашения, в котором линия разграничения проводилась по 54-му градусу северной широты. Американский посланник согласился с этой границей и больше на 60-й параллели не настаивал. Подписание конвенции состоялось 5 или 17 апреля 1824 года, а 11 января 1925 года соглашение было ратифицировано Конгрессом США и вступило в силу. Переговоры России с Британией, начавшиеся одновременно с русско-американскими, длились с перерывами около года и закончились подписанием 16 или 28 февраля 1925 года конвенции, установившей восточную границу русских владений по 141-му меридиану. При этом особо оговаривалось, что пограничная линия вдоль побережья по хребту гор не должна отстоять от берега более чем на 10 морских лик. Это 55,6 километров. В начале 1840-х годов, когда значительно увеличилось американское население Орегона, правительство США в чрезвычайно резкой форме поставило вопрос о своих правах на северо-западное побережье. Британия поспешила отправить в Америку специальную миссию во главе с бароном Эшбертоном, Александром Берингом. В апреле 42-го он прибыл в Вашингтон, однако в последующих переговорах с государственным секретарем Дэниелом Уэбстером давний спор разрешен не был. В Конгрессе США заговорили о необходимости предупредить Великобританию о прекращении действия соглашения об оккупации. Американские политики требовали захвата всего Орегона. Лозунг «Весь Орегон» был в центре избирательной кампании 1844-го года. Он вошел в предвыборную платформу демократического кандидата в президенты Джеймса Полка и помог ему занять Белый дом. Английский министр иностранных дел Джордж Гамильтон Гордон Лорд Абердин намекнул в марте 42-го года в разговоре с посланником США в Лондоне Эдвардом Эвереттом на готовность Лондона стать посредником в переговорах об уступке Мексикой части Калифорнии Соединенным Штатам в обмен на согласие последних принять английские условия разграничения в Орегоне по руслу реки Колумбия. Комментируя английское предложение, Эверетт заметил, что «Если мы сами сможем обеспечить расширение за счет Мексики, то с нашей стороны не будет оснований делать уступки Великобритании». К 45-му англо-американские противоречия по орегонскому вопросу достигли кризисной стадии. В такой обстановке в Вашингтоне начались новые переговоры. Англию на них представлял посланник Вашингтоне Ричард Пекингем, а Соединенные Штаты — государственный секретарь Джордж Кэлхун. Скоро на этом посту его сменил Джеймс Бьюкинен. Американцы не собирались менять свою старую позицию и настаивали на той же самой 49-й параллели, отказывавшись от намерения предоставить Британии свободу навигации по притокам Колумбии. Англичане также придерживались старых предложений о разделении по руслу Колумбии. Переговоры снова зашли в топик. На предложение Пекингема пригласить арбитра, ну там, Швейцарию, какого-нибудь Вольный Гамбург или Вольный Бремен, Соединенные Штаты ответили категорическим отказом. Пекингем прервал переговоры. 4 апреля 1945 года с резкой речью против притязаний США в английском парламенте выступил министр иностранных дел Джордж Абердин. Его поддержал премьер Роберт Пиль. Летом Англия, а затем и США направили к побережью военные корабли. Английское правительство добилось увеличения расходов на военное строительство в Канаде. Были укреплены и расширены оборонительные сооружения в Кингстоне. В Форт-Гарри прибыли войска. Пресса обеих стран заговорила о грядущей войне. Но начавшаяся война с Мексикой не позволила Соединительным Штатам вести сражения на двух фронтах. И в апреле 1946-го Конгресс принял компромиссийные резолюции, делавшие возможным продолжение переговоров с Англией. Изменилась ситуация и за океаном. Английскому посланнику Пекингема было дано разрешение согласиться на разграничение по 49-й параллели. Но с обязательным сохранением за Англией острова Ванкувер. Кроме того, должны быть сохранены за компанией Гудзонова залива ее собственность в американской части Орегона и свобода навигации по Колумбии. 6 июня 1946-го года Пекингем выразил английскую позицию государственному секретарю Бьюкинену и уже 15 июня они подписали Орегонский договор, в котором английские предложения принимались без изменений. США получили не весь Орегон, а лишь ту часть, которая была южнее 49-й параллели. Лозунг всего Орегона никем не воспринимался всерьез никогда. Угрозы в адрес Англии имели слишком незначительную поддержку в стране, опирались на слабые военно-морские силы и выглядели весьма рискованно. Любопытно также, смотрите ситуация какая. В северной части Орегона, на которую претендовали США, в 46-м году проживали всего 8 американцев, из которых север обосновались там только в октябре 1945-го. Ну а на южной полученной территории образовались штаты Вашингтон, Орегон, Айдаха и части штатов Монтана и Вайоминг. Наконец-то, Орегонский вопрос был найден, ответ устроивший обе стороны. Такие дела, господа, обо всем всегда можно договориться. Огромной вам удачи и пока. Субтитры создавал DimaTorzok